Всем привет! Привет! Сегодня я пришла в старый город. Не просто так. Сегодня у нас с вами состоится, я надеюсь, очень интересная экскурсия. Экскурсия, знакомство с сталинскими флюгерами. И, как бы это назвать-то, ну вот знаками на домах. Допустим, над домом, где жил сапожник, там висит сапог. Там, где жил пекарь, выпекались булки, там висит булка. И вот сегодня мы с вами пойдем, послушаем профессионального экскурсовода, который нам все расскажет и покажет. Экскурсия начнется от вируских ворот и продлится полтора часа. Хотела вам музыканта показать, он уже сворачивается. Ну ладно. Можно покататься на лошадке в карете. Вон там вело-рикша. Паровозик тоже катает, куда-то уехал он. Здесь какой-то крестоносец. Смотрите, это идет чума. Смотрите. Вон, видите, чума новую жертву себе нашла. Вон, видите, девушку в Беллон. Сейчас они на телегу и на кладбище. Машина тут не кстати проехала вообще. Все, повезли первую жертву. Первый пошел. Вот так можно увидеть даже сценки. Из средневековой жизни чума, когда обрушилась на средневековый город. И очень огромное число жителей погибло. Погода сегодня замечательная. Смотрите, какое ясное небо синее. Позавчера было вообще плюс 23 градуса. Но тепло, видимо, еще такое обманчивое, потому что вчера было уже прохладнее. Где-то градусов 14, всего 12. Сегодня опять тепло. Многие вообще разделись до шорт и платьицев. Сейчас покажу вам живых статуй. Вот живая статая. В таком постаменте стоит возле ратуши. Может, помахала вам. Виктор дал статуре денежку. Молодец, Витя. Она ему в ответ посвистела в благодарность. Сейчас тут где-то еще была одна. Сейчас посмотрю. Там продают миндальные орешки с разными вкусами. Я уже вам рассказывала, если кто не слышал. Вот ресторан средневековой кухни Улда Ханса. Здесь всегда приятно пахнет мускатными орехами. С разными добавками. Есть сладкие, есть соленые. Вот здесь доски, ножи для масла, сувениры. Это все из можжевельника. Вон их национальных костюмах средневековых. Стоят девушки. Чем ближе летний сезон, тем больше в городе туристов. Вон еще одна живая статуя на ходулях. Вот такая статуя. Против солнца не знаю, видно вам что-то или нет. Будем надеяться, что видно. На солнце? Да. Против солнца. Против солнца. Водица. Против солнца. Вот это в старом городе У нас такая знаменитая площадка для продажи цветов Здесь всегда зимой и летом Очень много разных цветов Букеты, отрезные цветы в горшках Всякие разные можно купить Здесь, кстати, Киркоров покупал букет Втайне приехал, когда у Борисовны был концерт Он приехал втайне, купил здесь цветочки И пошел вручать их на концерт Прямо знаменитая гостиница Виру Площадь Виру И Вируские ворота, там, где мы собираемся с экскурсией Все знают, да? Горочка поцелуев Влюбленные собирались, целовались Почему так назвали? С этой горы очень хорошо Предвратные башни Вируских ворот Можно я пару слов скажу Немножко о Талине, чтобы понять Почему у нас флюгера появились Именно в нашем городе с 15 века Вот наш город Он представлял из себя два совершенно разных города До конца 19 века Верхний город, город завоевателей Нижний, купцов и ремесленников И действительно, 15 и 16 века Были очень богатые для нашего города Потому что наш город торговал Ты записываешь? Выключи, пожалуйста Будет ли вы? Это моя эксклюзивная экскурсия Спасибо Так вот Продолжим Город наш торговал Почему? Потому что Нижний город получил право Свободить Рисуночки, вензеля такие, спиралечки Тоже очень часто такой рисунок И, конечно, год, когда он был установлен на этом доме Но я бы ваше внимание обратила Вот на эти предвратные башни Вируских ворот Там тоже два флюгера И там даты указаны Это 1684 год Когда башни приводились в порядок И там две рожицы Их разница только в том, что Одной крючковатый нос Такой, как здесь, шишечка такая А у другой этого нет Так что это вот эта дата Теперь мы с вами пойдем дальше Потихонечку А это именно на флажках На флажках, если хорошо приглядеться У меня есть бинокль Знаете, еще у него там выражение лица Есть у этого полумесяца А с другой стороны там Старик выдувает огонь То есть такой вот Рисунок очень интересный Конечно, наверху еще Обычно лилии изображают И опять же роза ветров То есть направление северного То есть в виде такого букета колокольчиков Выполнен этот флюгер И там также дата, когда он был Город был открыт А город был открыт Когда его вычеркнули Сухопутных гостей России Это вторая половина 19 века И тогда сразу новые улицы появились Пристраивали дома И к семье и нашим родителям Город разрастался Вот я говорила о том, что Раскопки поселения Иру проходили Когда-то это был далекий-далекий пригород Сейчас это тоже наш город В этом доме, как вы уже догадались Посольство Литвы Находится очень красивое Старинное здание С флюгером Опять же наверху там птичка Сейчас покажу Такая птичка Канатная проходка Как общее название Птичка посмотрите На верху Тоже Ну давайте опять же дальше Написано, что-то Да? Да-то, наверное Нет, да-то Что-то такое Ой Вон дракон Вот источная труба, наверное Да Вензеля Очень красивое здание Видочка, смотри В каком красивом здании Находится посольство Литвы На тихой такой Улицу В старом городе В этой улице Жил Богатый человек Его звали Герман Сюрмюлен И даже есть записи Что он Очень много торговал То есть Квартирами Домами И землями Которые находились За чертой города И Дом В котором Он уже не сохранился Но вот Этот Хлюгер у нас На поле Вернем городе Установлен На кухне 16 То есть у нас там Президиум Академии наук Да, знаете Это здание Красивое И прямо на ступеньках Установлен этот Хлюгер И там Изображена Лиля Его инициалы Ну Генрих Хенрих То есть Х-Ц-М И год 1666 То есть Это оригинальные Это оригинальные Хлюги Чуть-чуть подойдем поближе К нашему музею Здравствуйте В 1660 году На горе Тыни Смяги Была Карловская церковь Деревянная Первая Построена На деньги Карла Одинского Когда Началась Северная Война То Сжигали Все Что находилось Вокруг города Потому что Нужна была Эсклонада Просмотр И сожгли Эту деревянную Церковь И вот А этот Флюгер Этой церкви Он сохранился Его установили На здании Тыни Смяги 11 И там Было Министерство Просвещения До 40-го Года И вот Видно Была Какой-то Ремонт В этом здании И этот Флюгер Взяли Сняли И выгляни В помойку А шофер Который Приписан Был То есть Работал От этого Министерства Просвещения Он Вытащил Флюгер И принес В наш Городской Музей То есть Городской Музей У нас Создан До Великой Отечественной Войны И сейчас Он находится Там Как раз Еще Интересный Факт Что в середине 16-го В этом доме По-моему Три года Жила одна Семья И у них На гербе Были С единорогом Но мы Сегодня Увидим С вами Единорогов Тоже Как раз Находился На этом Стане Но сейчас Мы Увидимся Несколько Вместе С единой Недвижимости Поэтому Он Немножко Не совсем Средневековый Вид Имеет То есть Люки Сохранились Щипцовой Крыши Нет То есть Я просто Хотела Сказать Что Когда Прошла Ливонская Война Это Вторая Половина 16-го Века То Уже Заглохла Торговля В нашем Городе И Суда С товарами Шли Уже Мимо И Не Нужны Были Вот Эти Склады И Тогда Появились Деревянные Лестницы Которые Вели В те Помещения Которые Там Оборудовались Где-то Частично Срезали Щипцовые Крыши Можно Было По Помещения Для Своей Семьи Апки Совершенно Тойностью Занимали Эти Крыши Занемноженно Стерну И Все равно Оставалась Внизу Помещения Дили И Город Где Жила С Знаете Да Как это Дили Вот М1000 С Это Значит Минус 100 То То М Отмять 100 1900 Дальше Какие М 1000 Л Л И Минус О Это 70 Много С 100 Минус 30 Минус 30 100 Минус 30 Это 70 С С С С С 1900 С С Минус С С С С Это Это 100 Это Это Доминиканский Монастырь Минус 100 1000 Минус 100 И Дальше Л И 3 А Семен Это 30 30 Тридцать В Там Польша Ленинград 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 Латвия Литва Тоже присутствует В Саваке Внизу И что не больше Минус Конкурс Конкурс Минус Конкурс Такой международный Дружба Эстоний Представлен Раз Два Три Четыре Нет Слушайте Посмотрите Насколько красиво Мастерство Я говорила Сейчас Они там Работают Я посчитала, раз, два, а вот я посчитала, три, четыре, пять, шесть, правильный, шесть. Львы, как скажем, давно уже использовались в каменной символике, то есть львы, глик, львы и добро. Львы всегда на страже, и львы это удивительное животное, потому что оно хитрое, например, когда охотник гонится за львов, то льв заметает следы своих хвостов, львы спят с открытыми глазами, и у нас действительно здесь очень много собранных, но будут еще и другие львы. И здесь действительно такие красивые флагера невесные и роза ветров тоже присутствуют, да, очень красивые, ажурные, тонкие кодки, и просто можно здесь полюбоваться этими флагерами. И вот с помощью чего? Треставина, то есть нужно было ходить по кругу, несколько человек, да, и вот закручивали этот канат, который поднимался наверх с товара. Второе, это, например, как белочки, знаете, показывают, бегают по колесу по такому-то изюм, где наступалось, и наступалось, и наступалось, и наступалось, и наступалось. Вот, например, в Кушмино-бочками, где заседало правительство. Правительство заседало, и они сдавали законы, они проверяли, контролировали выполнение законов, они судили людей, все сделки с недвижимостью проходили под неусыпным контролем правительства Нижнего города, и, конечно, церковь и порт подчинялись правительству Нижнего города. Так как они не судили людей, то у нас здесь были два позорных столба. Верхняя часть большого, такая безображенная морская маска и столб, находится в нашем городском музее, за которым мы останавливались. А малый позорный столб перед вами, это оригинальный ошейник, за которым приковывали человека, руки-ноги закрепляли, и была скамеечка. Меня сегодня туристы удивлялись, говорят, какие портальчики маленькие. И мы сказали, скамейку ставили, потому что человека плохо видно было, потому что маленького роста были. И еще вот так крестом надо было стоять, потому что все было закреплено. Ну, немножечко, наверное, наказание тоже скажу, потому что это интересная статья, а дальше уже потом выше пойдем по кованым изделиям. То, что по утрам из ратуши выходил человек и проверял качество продукта, не жилисты ли мясо, соответствует ли вес булочки. И если булочка была, скажу, меньше веса, значит булочник парижка. То есть он чего-то туда не доложил, и когда все булки погодили, сюда вот этого булочника могли прикрепить. Женщина была прописана, сколько серебро-золота женщина могла одеть для себя согласно сословия. Жена купца побольше, жена ремеска поменьше, но не больше двух килограммов. Поглеснять, взвесить будет любезно. Дресс-код был прописан, известен в случае, когда один из преподавателей школы, то есть профессора, они их тогда называли, он женился на девушке из Тарту. И она гуляла в этой одежде здесь по городу, его позвали в ратушу и сказали, скажи своей жене, чтобы она больше в этой одежде не выходила, у нас другая мода. Она продолжала выходить. Его снова, мы уже взяли под стражу и издали, так скажем, и штраф заплатил еще. Издали такой указ, его зачитали здесь. Если кто-нибудь еще раз увидит ее в этой одежде на улице, может на ней разорвать эту одежду, потому что у нас другая мода. Я хотел еще одно здание показать. Во второй половине 19 века сюда привел кандидин немец из Нарвы, Гюркштуде. Это здание было построено в 1950 году. И считается, что это такая веселая архитектура в стиле модерн. И здесь мы видим и дракончиков, мы здесь видим и египтяных, там у нас лягушки, тут он хамоны. С той стороны кариатиды, то есть такие фигуры, которые держат балкон. И если мы академию другую стиле, мы увидим, что он был ревнивцем раньше, супруга был напротив, ходила. И что дальше было? Лицо довольное, подлядывал, видно, все нормально, никакого компромата. Но так как мы с вами говорим о флагерах, то здесь очень интересный круг. Спасибо. Самый старый петух у нас находится на Яновской часовне, которая относилась к липозорию. То есть те, кто заболевал вебрами проказы, они их отправляли доживать свой век в липозорию. Это прозория XIII века сохранилась, тогда там была и банька, и там была муковольдь, была варния, там была часовня первая. Та, которая у нас сохранилась с XVII века, и вот на ней, на башенке, самый старый петушок XVII века. Когда была реставрация, в 2001 году открыли шар под этим петухом, и там три грамоты. Одна XVII века, две XVIII века, и деньги того времени. И после реставрации туда вложили эти копии грамот, туда вложили письмо по тонкам, ну и, конечно, деньги. В то время у нас какие деньги были кроны? Вот сейчас вебра, когда были кроны. Так что когда-то и этот шар откроет наши потомки, да? И это самое старое, еще XVIII века. Пойдемте еще пять.